Камины, барбекю. Как сделать? Этот фильм о том, сделать как камин барбекю. Чуть позже после этих фотографий будет именно фильм, как сварить каркас, как правильно это сделать и как я делаю камины спустя 25 лет. То есть у меня выработалась определенная стратегия, определенные технологии, определенный опыт. Я их штук 80 сделал и, допустим, есть взгляд и большой опыт, как они ведут согласно моим технологиям. То есть здесь будет фильм о том, как выварить каркасы и как я делаю барбекю. Вот это старые-старые работы 25-30 лет назад с кирпича не делались, как обычный барбекю. Сейчас я их делаю совсем по-другому, быстро и без кирпича. Ну с каминами там есть отдельный разговор, больше это идет фильм про барбекю. То есть много мне пишут, как сделать жаропрочность, жаропрочность. Да нету барбекю, нету никакого температуры. В камине, да, есть температура. Ну это мы будем про барбекю говорить. Вот смотрите, это барбекю, сделанное просто с каркаса из сарбетона. Ну топка там выложена из кирпича жаропрочная и то для того, чтобы была красота и было похоже на камин. Вот здесь присмотреться, там тоже кирпич жаропрочный. Ну это больше товарный вид мы делали. А все, будем дымоход, будем сделаны из арбетона. Вот это были наработки, я ими пользовался. И, допустим, сколько там их, с десяток сделали мы вот такого плана барбекю, который забирали краном. Они низкие, потому что надо было под мостами возить. Там есть требования, ну 2 метра 7 сантиметров, чтобы можно было провести. Ну вот один из таких крутых каминов. Ну там кирпичная кладка и потом делали ковку. Кованый металл и из него там оформляли. А вот это уже пик моей формы, я сделал уже, четко сформировал, как сделать быстро. Вот это барбекю без кирпича, без ничего. Высота 6-7 метров, там топка сделана. Вот видите, тоже это канары. То есть удобно просто, вот такой дизайн. Вот фильм, очень важный фильм, как сделать барбекю. Ну по технологиям мастерской Колесникова, если можно так это сказать, или это обычные технологии. Ну вот я делаю вот такие барбекю. Мы уже сеточкой обтянули, и может уже будет видно. Я вам покажу, сейчас вот смотрите, поближе. Ну вот смотрите, такие грибочки, они просто торчат. Потому что мы их здесь делаем, потом обрежем и установим его на стене. Ну это вспомогательный, тоже такой хитрость. Кто хочет, такие будем поганки сделать. Вот они делаются вот здесь вот, потом режутся, сваркой варятся. Вот этот чики-дрики сделал, и все готово. Вот глядите, стойка. На этой стойке монтажной делается вот такой вот обвар формы. Ну этой конструкции она не несущая, но ее достаточно, она выдержит любые нагрузки. Потом здесь будет опалубка сделана, будет бетон, полы, потолки, в смысле столики подольются. Вот так все это потом поштукатурится. Ну здесь видите, они повязали, но нету здесь поперечки, надо будет, ну потом добавим. Просто, ну не доварили здесь еще. Вот смотрите, топка. Топка, чтобы делалось, мы такой мангал сварили. Вот так мангал выглядит, вот это его форма. Вот смотрите, вот это, ну это можно уже вырезать. Я специально для вас сварил мангал такой. Потом сюда шампура так ставится, так вот. А вокруг него сделали топку. То есть не топку сделал, а потом мангал. Ну сначала мангал сделал, а потом сделал топку. Вот смотрите, такой вот порожечек. Вот так это выглядит. Вот это видите, конструкция, ну как, она вспомогательная. На ней было, выварилось столбы, на них сделали крышу. Вот смотрите, потолочки, досточки, все уже готово. Ну видите, крышу не спели, там где-то подтекает. Но мы потом со временем не сделаем. Вот видите, такая беседка, монтаж. А потом мы в нее взяли, вставили вот такое мангалище в виде дерева. И вот оно пошло туда наверх. Уже труба есть, я сейчас вам покажу ее с улицы. Ну вот смотрите внимательно, вот так вот. Видите, здесь будет вот такой умывальник, видите, снежавитый стоять. Потом тоже покажем, вот так будет канализация. Вот, а вот это, смотрите, пацаны, это такая уникальная вещь. Настолько просто, оригинально, как сделать перила. Вот я думаю, здесь, может, вы увидите перила. Ну, немножко недоварено, но смотрите, вот здесь все доварено, видите. Вот так стенка засверлилась, обставилась. Вот так оно, камушки выглядят. Вот этот камушек вот так выглядел. Все, смотрите, вот внутрянка. Теперь сюда помажем, вот так вот, помажем раствором. Ну, я покажу фильм. Когда мы это помажем, это обтянем, а вот это отсюда помажем и сделаем стяжку. Когда мы это стяжем, стяжку сделаем, будет болванка. Ну, здесь, видите, недоварено просто, не хватило арматуры. Я потом доварю А вот это все доварено Видите, сеточку повязали, крепеж, смотрите, она уже никуда не шатается Вот такие камни Потом полы когда сделаем, сделаем стоки Ну, сейчас такие перфораторы, что хочешь Можно сейчас заварить, а потом сделать стоки А можно стоки, уклоны увидеть сразу же Вот видите, такие камни сделаны Ну, чтобы здесь человек не упал Вот здесь еще не заварено Ну, понимаете, вот это очень важная работа Просто нереально важная И кто вот это поймет Ну, каркасы, видите, как сделать каркасы? Я нифига не могу объяснить, как я их делаю Ну, то есть, ну, берю да варю Форму вижу И, понимаете, очень много здесь водных То есть варить можешь, что хочешь, как хочешь Любую форму, то есть нету прямо косо-криво по уровню Вот есть много вариантов сделать этой работы Каждый эту работу видит по-своему Вот у меня есть свой жанр, сказочный, я его проповедую Я вижу такое косое-кривое Смотрите, дом как бы прямой Прямой А вот это все косое-кривое То есть, как бы, есть парадокс Вот этот парадокс я пытаюсь вам своим творчеством показать То есть, должно быть, если, смотрите, вот это вот Грубо говоря, гладкое, это шершавое Это объемное, это плоское Это камень крупный, там камень мелкий То есть, вот этими всеми одномалями и делается творчество Ну, каждый, понимаете, человек разный Одному это подходит, одному это нравится А другому не нравится Ну, одному нравится прямое и гладкое Евро, там, все ровненько Ну, он так устроенный Ну, что мне бороться с ровным Сколько мастеров, которые делают ровно Я делаю косо и криво И поэтому, я Колесников, у меня есть свой продукт И я пытаюсь конкурировать с этим продуктом Ну, такого продукта не так много на рынке Конечно, есть много великолепных мастеров Которые идут своим путем То есть, это будет вот такая беседочка В которой можно летом выйти с того дома И вот такая мини-комната под открытым небом Ну, смотрите, вот опять я возвращаюсь к камину К барбекю, вот к этому Ну, сейчас сеточкой начнем вот так обтягивать Когда будем мазать, будет это видно Ну, я сейчас, не знаю, обзорный фильм покажу А может, потом буду собирать Ну, есть информация, и я ей буду делиться То есть, ну, надо делиться Чем больше ты делишься, тем больше тебе Бог дает А мне он, как бы, не обижает То есть, мне дофига дано И я согласен этим делиться Смотрите, вот так вот выделено Вот видите, вот эту же мы трубу приварили туда Мы ее на низу сделали, приварили Ну, потом усилим ее Ну, отсюда теперь ветки пойдут Вон, крыша пойдет Сделаем леса И будет просто крутизна Будет такая авторская работа Вот видите Ну, как бы, раньше я много делал каминов Ну, это был основной мой доход А сейчас как-то более глобальный Там и стройку делаем Ну, и параллельно делаем камины Ну, вот мне повезло, что есть YouTube И у меня есть камера И я вам сниму, как я это делаю То есть, вот, ни кирпича не будет Ничего, ничего не надо Никакого кирпича Раствор не будет лопаться Не будет рвать И, то есть, ну, вот Скинем сеточку Здесь, понимаете, такая вентиляция будет Что здесь вот так буду руку держать под огнем И она будет терпеть Значит, бетону пофиг это дело А топка будет здесь мангал Он будет металлический Ну, кто хочет дизайн иметь Ну, он может сделать его с жаропрочного кирпича Это дело каждого То есть, ну, можно с металлокопкой То есть, ну, много материалов Которые можно применить в топке Они будут гармонично работать То есть, вот, короче, вот такой вот каминчик Барбекюшница Вот здесь вот будет дровница Или посудница То есть, вот это все, ну, как бы получается Ну, или классика назовем То есть, есть определенный взгляд на барбекю Он узнаваемый Ну, можно эту классику ломать Если у кого там есть, ну, как бы сказать Какие-то идеи И он пойдет своим путем Ну, есть стандарт То есть, столик удобно-удобно Умывальник удобно Посуду помыл Сюда посуду поставил Все, близко удобно Вот этот столик Сюда можно разделочные доски поставить Можно шампура поставить Можно тарелки Удобно-удобно Дрова удобно-удобно Они могут быть интерьерные И красивые А может быть пользоваться Это у кого какой, ну, взгляд на эти вещи Вот видите Уже у нас здесь вот такое дерево пошло Вот так оно варится Но нету ни корней Мы сейчас ствол сделаем Потом арку сделаем сюда Ну, сегодня не получилось работать Дождь или там выходной Что-то Ну, я решил сниму фильм И, может, поставлю вот такой фильм Про барбекю и камины Фильм вот по барбекю Ну, вот он, не знаю, насколько он зрелищный Но он очень важный То есть, вот это есть основа Это, вот смотрите, умное слово Сопромат Вот, представляете Сопромат Сопределение материала То есть, вот это все построено На рычагах На балках На... То есть, ну, я просто Не хорошо учился Но просто мне Бог дал Я думаю, я вижу это, понимаете И, как поэтому мне позволяет это варить Я вижу, как это... Как эти рычаги работают Ну, мне кажется, это просто Вот они вот так работают И я этим пользуюсь Сечение, разрезы Балка закрепленная Видите Вот балка закреплена Одним концом А вот эта вот, видите Она шатается Если мы закрепим Она на разрыв идет И вот эти все Обрезания рычагов Вот сюда Плечей Вот это все позволяет Ну, выносить Большие нагрузки Ну, это вот Есть закон Рычагов Балок Которая Ну, применяется В мостостроении Там В этом В крышах В стропилах Там Вот эти Есть много Ну, ангаров Которые варятся Я с удовольствием смотрю Как умные инженеры Это делают И мне это интересно Вот я пришел Смотрю, как ангар Я смотрю, как перекрытие работает Ну, то есть Я понимаю, что они делают И почему Есть законы Есть физика Есть понятия И вот эти понятия Так или иначе Вот смотрите Вот здесь арка Видите, арка Арочные строения Раньше, когда не было арматуры Кирпичи Ложили в арках Они там работали Ну, как Клин Работал, как клин То есть вот А потом появился материал И арматула стала работать На разрыв А кирпичина в клине А бетон на сжатие А железо бетонный На разрыв и на сжатие И получается Вот такой бардак Когда бетон Посмотрите, он хрупкий А с металлом Он становится проще Как бы он работает В больших перекрытиях А бетон Ну, великолепно Тысячи тонн Работает в небоскребах Но все равно там металл применяется И там Ну, короче, это уже Не туда мы пошли Но суть одна То есть вот металлоконструкция Без кирпича Это просто Быстро И элементарно Вот Вот эта арматурка Выдержит 300 килограмм Две Шестьсот И три Тонна Девятьсот килограмм Представляете? Вот это девятьсот Эти три арматуры На разрыв А согнуть я их могу согнуть Видите, она шатается Ну, я так сварю ее А когда сюда бетон кину Нажать Она вообще будет работать Не тонна Две Две, три, пять, десять Тонн нажатия А здесь Нету таких нагрузок И поэтому Вот эти арматурки А представляете Вот эта арматура Вообще Там тонну выдержит Ну, на разрыве А представляете Их раз, два, три Десять Получается Эта конструкция Может выдержать Десять тонн А здесь опять Такой нагрузки нет Поэтому Вот эти понятия Как ты считаешь Конструкцию Да никак я ее не считаю Я у меня три класса образования И таблицу умножения Не помню Ну, я знаю Какие-то элементарные вещи Вот сколько Как работает эта арматура Вот если я ее Смотрите Видите Да я ее взял Согнул 10-15 килограмм И ее согнул А порвать 300 килограмм Вот я ее ставлю На разрыв А если ее на сгиб Она поломается Так же и бетон Нажатие он работает Удар не любит И как бы Ну, вот нажатие Ты можешь тысячу тонн Угрузить А арматура На разрыв работает Вот попробую ее порвать Ты ее не порвешь А вот смотрите Восьмерка Представляете Восьмерка Вот смотрите Вот я ее тяну Рычаг Видите Рычаг А вот так вот Я ее гну элементарно Смотрите Гну Чирики погнул Потому что рычаг Как Архимед говорил Бляха Дайте мне рычаг И я там подниму камин Или что-то там сделаю Понимаете Вот это все построено На рычагах Ну вот смотрите Я наболтал вам Сколько хрени Не знаю Пойдет она вам На пользу Или нет Насколько вам Это интересно Ну это вот Как ее умное слово Наука Или основа Или азы Вот этих металлоконструкций Те кто хочет творить Скульптуры Каркасы Камины Барбекю Им придется Это Ну как бы Или вникать Или понимать Или у них Это уже природное Чутье есть То есть это Основа Без этого Ну ничего не будет